На прошедшей сессии Горсовета негативную реакцию общественности вызвала редакционная политика газеты «Приотовский рабочий». Жители обвинили ее в том, что на страницах издания постоянно идет пропаганда определенных политических сил. Причем публикуется это не в разделе «Политическая реклама», а подается как обычная новость, тем самым показывая определенных политиков только в хорошем свете. Давайте так, если кто-то Вику или Лешко делает политическую рекламу, платит «Приотовскому рабочему», это должен быть сглаждач, но это не должна быть информация непосредственно на странице газеты. Активистка считает, публикуя новости об этих политиках только положительном ключе, газеты манипулируют пенсионерами, которые получают информацию в основном из «Приотовского». Претензия к мэру направлена потому, что своим решением в прошлом месяце он выделил почти 2 миллиона из городского бюджета, чтобы профинансировать подписку на данное издание. В обосновании финансирование значилось как социальная помощь ветеранам. На что мэр ответил, идея была не его. Пенсионеры сами обратились и попросили о помощи с прессой. А влиять на материалы, выходящие в частной газете, он не имеет права. Инициация была снизу. Пришли ветеранские организации, которые у нас здесь присутствуют, и попросили нас об этом. Поверьте мне, что я не и просил их. Давайте я вам куплю газеты. И, господинчики, вы и я... Они обратились к нам, что давайте вы приобретете нам такое-то количество экземпляров для ветеранских организаций. Далее к микрофону подошла пенсионерка и стала хвалить мэра за такой подарок. А горожан, возмущенных таким использованием бюджетных денег, обвинили в балагане. Огромное спасибо, Владимир Сергеевич, что вы помните, что у нас есть коллектив, который нуждается в этой помощи, которая нужна им прежде всего. Они не могут приходить сюда, как общественные организации, и выступать, устраивать вот здесь, на зоне, извините, кулуаны. Владимир Сергеевич, коронавирус, под того, что упирается. Депутаты от ОПА-блока стали защищать газету и заявили, бюджетные деньги на нее выделять необходимо. Одна из депутатов заявила, если кому не нравятся новости в газете, пусть приходят и предъявляют претензии редактору. Мы выписали, ну, маме эту газету, но я хочу видеть там информацию об экологии, о развитии. Я не хочу читать про Рыжко, я не хочу, чтобы мои пенсионеры-родители читали предвыборную компанию за нашу памятение. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.